Наследование сцепленное с пола Итак, соотношение полов один к одному. Оно совпадает с соотношением в известном нам анализирующем скрещивании, когда один организм гетерозиготен, а второй гомозиготен. Если пол наследуется по этому же принципу, то можно предположить, что один организм в отношении пола должен быть гетерозиготен, допустим, а большой, а малая, а другой пол – гомозиготен, а малая, а малая. Хромосомы, по которым различаются мужской и женский пол, носят название половые хромосомы. Одинаковые хромосомы у самца и самки носят название Х-хромосомы, а хромосомы, по которой различаются пол, носят название У-хромосомы. Хромосомы, одинаковые у самца и самки, называются аутосомами. Для человека и млекопитающих характерно такое отношение. Женский пол имеет хромосомы Х и Х, а мужской пол хромосомы Х-Y. А вот для птиц все наоборот. Женский пол имеет хромосомный набор Х-Y, а мужской – Х-Х. Это бывает иногда очень важно при решении некоторых генетических задач. Наличие половых хромосом объясняет не только половые различия между живыми организмами, но и их соотношение по полу один к одному. Давайте сейчас обратимся к схеме и посмотрим, как происходит такое разделение. Женский пол обозначается двумя буквами Х. Мужской пол обозначается буквой Х и Y. Женский пол производит гометы Х, мужской производит два типа гомет в отношении половых хромосом Х и Y. В результате слияния их в равной степени образуются организмы, несущие хромосомы Х-Х, то есть женские, и организмы, несущие хромосомы Х-Y, то есть мужские. Однако, вопреки ожидаемому равенству полов, рождаются мальчиков и девочек все-таки не одинаковое количество. Американские ученые посчитали, что на 100 девочек, рожденных в Соединенных Штатах, приходится 106 мальчиков. А вот, например, в Южной Корее на 100 рожденных девочек приходится 113 рожденных мальчиков. В среднем по миру эти цифры таковы. На 100 рожденных девочек приходится 103 рожденных мальчиков. С возрастом это соотношение продолжает меняться. К юношескому возрасту на 100 девочек приходится 100 мальчиков. К 50 годам на 100 женщин приходится 75 мужчин. И к 85 годам на 100 женщин приходится 50 мужчин. Это так называемое вторичное соотношение полов. И связано оно с различной жизнеспособностью мужского и женского пола. У человека и млекопитающих животных мужской пол менее жизнеспособен и больше подвержен влиянию окружающей среды. Поэтому соотношение полов с возрастом меняется. Для менделевских закономерностей совершенно не важно, какой пол, мужской или женский, несет тот или иной признак. Эти закономерности выполняются в любом случае. Однако ситуация меняется, если гены находятся в половых хромосомах. Y-хромосома является генетически инертной. То есть она не содержит практически никаких генов, важных для выживания организма. А вот в X-хромосоме располагается большое количество генов. Допустим, там находятся гены, отвечающие за свертываемость крови, гены, отвечающие за цветовосприятие, гены, отвечающие за форму и размер зубов. Томас Гент Морган предложил признаки, располагающиеся в X-хромосоме, называть признаками, сцепленными с пола. А теперь давайте посмотрим, как нахождение гена в X-хромосоме может влиять на его проявление. Итак, посмотрите, пожалуйста, на схему. H – нормальная свертываемость крови. H – малая гемофилия. Заболевание, при котором кровь сворачивается намного хуже. Здоровая женщина, в роду, у которой были гемофилики, вышла замуж за здорового мужчину. Какие дети могут родиться от этого брака? Записываем данные скрещивания. X-H большое, X-H малая – генотип матери. X-H большое, Y – генотип отца. Гометы, образующиеся в материнском организме, X-H большое и X-H малая. Гометы, образующиеся в отцовском организме, X-H большое, Y. В F1 мы наблюдаем следующие генотипы. По такому же принципу наследуется и цветовосприятие у человека. Доминантный ген отвечает за нормальное восприятие цвета, а рецессивный ген, располагающийся в X-хромосоме, отвечает за измененное цветовосприятие, так называемый дальтонизм. Это заболевание, при котором человек не может различать красные и зеленые цвета. Согласно рассмотренному нами выше примеру, можно сказать, что женщины, являясь носителями гена дальтонизма, как, впрочем, и гены гемофилии, сами практически никогда этим заболеваниями не страдают. В то время как мужчины, у которых всего лишь одна X-хромосома, этим заболеванием страдают чаще, чем женщины. К счастью, оба этих заболевания не имеют широкого распространения. Итак, на сегодняшнем уроке мы с вами поговорили о том, как на генетическом уровне определяется пол и как наследуются признаки, лежащие в половых хромосомах. На этом наш с вами разговор закончен. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok